здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на канале дачные советы сегодня у нас 27 марта и я хочу ответить на вопросы как сдерживать рассаду для того чтобы она не вытягивалась вот на примере рассады перца я сейчас постараюсь ответить на эти вопросы хотя на них я уже отвечала не однократно и мои постоянные зрители знают что у меня из года в год рассада в общем то не вытягивается до определенного момента наступает такой момент это уже конец апреля когда тут я уже не могу конечно никак сдержать рост рассады но тем не менее вот такого критического состояния по вытягиванию прям когда совсем быть вытянулась сильно рассада у меня такого не бывает какие же причины вытягивания рассады здесь 4 основных причины первая причина это недостаток освещенности если мы высадили рассаду в ранний период вот эти перцы у меня были посеяны 2 февраля сходили они с 12 по 15 февраля то есть грубо говоря ну почти полтора месяца уже вот этой рассаде тем не менее мы видим что рассада не вытянувшаяся как можно еще понять что рассада начинает вытягиваться можно замерить вот это расстояние между листочками если расстояние между листочками выше четырех сантиметров это говорит о том что рассада вытягивается вообще конечно оптимальное расстояние вот этих междоузли между листочками 2-3 сантиметра но 4 максимум если уже выше 4 больше 4 это говорит о том что рассада тянется у меня вот на этом растении по моему 4 сантиметра вот здесь нет 3 вот даже вот здесь вот у меня три но хотя мне уже кажется что многовато вот в общем первая причина это недостаток освещенности если мы не обеспечим досветку рассада в любом случае чтобы мы не делали она будет тянуться вторая причина это температурный режим вообще когда у нас семена посеяны изначально нам нужна высокая температура для того чтобы проросли наши овощные культуры будь то перцы томаты баклажаны но затем как только появились петельки нужно сразу снизить эту температуру желательно чтобы температура была не выше 20 градусов вот как раз снижением температуры вот этой досветкой регулярной я считаю что я и сдерживаю свои томаты томаты перцы баклажаны овощные культуры моя рассада вот это вот стоит в данный момент на балконе балкон конечно застеклен я живу в свердловской области это город камень скуральский у нас до сих пор еще минусовые температуры ночью температура на балконе у нас открыта дверь в комнату температура на балконе минимально понижается до плюс 15 градусов то есть от плюс 15 до плюс 20 днем вот такая вот температура держится на балконе в принципе для рассада это нормальная температура наземная часть у нас не растет очень активно но при этом корневая система развивается очень хорошо плюс у меня все удобрения направлены на то чтобы нарастить хорошую корневую систему об удобрениях чуть позднее то есть разобрали две первые причины это высокая температура и недостаточно освещенности две причины третья причина это так третья причина это полив полив я никогда свою рассаду не поливаю так чтобы был смочен полностью ком земли вот мы видим у меня здесь такие вот стаканчики мешочки кстати всем вот рекомендую очень удобные я уже два года в них выращиваю вот с такими крупными отверстиями здесь пол литра грунта войдет и в общем-то хорошая корневая разрастается затем легко вынимается все из этого стаканчика и высаживается и очень дешевые они буквально копейки стоят эти мешочки продаются они вот такими вот связками но можно их и поштучно конечно купить вот значит полив я никогда не поливаю так чтобы полностью был смочен ком земли если мы будем давать достаточно воды то конечно растения у нас будут очень быстро расти и вытягиваться при этом как я поливаю вот когда я вижу что уже тургор теряется у листа вот в этот момент я поливаю это поливаю вот вот тут вот за счет того что тут большие крупные отверстия у меня низ проложен туалетной бумагой здесь вот и стоят они когда ну в каких-то контейнерах в емкостях да можно налить в эту емкость воды и нужное количество корни возьмут влаги много воды не нужно наливать чтоб ком не смочился если вы не ставите в какой-то контейнер то также сверху поливаем ну чтобы немного было смочено можно сделать здесь вот углубление в грунте и просто в углубление выливать воду чтобы корням поступала вниз влага то есть третья причина это хороший обильный полив этого давать растениям нельзя очень хорошо обильно мы будем поливать свою рассаду уже когда мы высадим ее в теплицу вот тут конечно тут я уже начинаю хорошо поливать и четвертая причина это когда мы начинаем подкармливать свою рассаду азот содержащими удобрениями вот знаю что многие считают что в рассадный период вообще не нужно подкармливать рассаду но я в прошлом году провела такой эксперимент и вот для нас для жителей свердловской области это совершенно не подходит на мой взгляд вот этот метод выращивания без подкормок в рассадный период так как урожай закладывается плоды начинают закладываться вот эти цветочные кисти значительно позднее и мы снижается урожай не получаем тот урожай который могли бы получить поэтому в любом случае в рассадный период нужно подкармливать наши растения но не азот содержащими удобрениями я вам сейчас скажу какие подкормки я проводила вот этим растениям 13 марта я провела подкормку монофосфатом калия 18 марта я опрыскала витаминами аквамикс 25 марта опрыскала по листу агатом и 21 так 21 пропустила 21 марта я полила энтарной кислотой с монофосфатом калия то есть вот такие 4 подкормки я проводила ни в одной из этих подкормок не было азота поэтому растения не тянутся корневая система развивается и когда я высаживаю я обязательно в грунт добавляю корневин за счет этого я всегда получаю хорошую мощную корневую систему и в общем-то достаточно такие приземистые растения но вот уже где-то в конце апреля когда будет температура плюсовая и днем и ночью на улице вот тут уже будет сложнее сдерживать и тут уже немного конечно подтягивается рассада но вот я иногда смотрю как люди выращивают чуть ли не метровую рассаду в квартире затем значит ее как-то там лежа высаживают в теплицах на мой взгляд смысла нет вообще так выращивать лучше уж тогда посеять позднее семена но у меня вот такого нет мне не приходится заглублять по полметра в грунт потому что у меня рассада вот как видите вот такая вот она у меня вот но не даю никогда азот содержащие удобрения и также знаю что многие добавляют в грунт биогумус вот стараются грунт пожирнее сделать в принципе для рассады это совершенно не нужно затем в саду уже в теплице конечно мы будем и биогумус давать и органику растениям но в рассадный период этого делать совершенно не нужно таким образом вы получите вот такую вот рассаду она у вас не будет вытягиваться но при этом все процессы в ней уже запущены то есть мы высадим достаточно уже взрослую получается рассаду которая как только приживется она тут же начинает и цвести ну конечно она зацвестет уже где-то в конце апреля этого невозможно будет сдержать но тем не менее в саду она очень быстро на постоянном месте вот где мы уже высадим она очень быстро приживается и достаточно быстро начинает уже давать урожай завязывать вернее плоды не давать урожая завязывать плоды ну думаю понятно четыре вот таких причины основных у меня на балконе конечно вот я могу отрегулировать температуру у нас и дверь в комнату открыта а вот если нет балкона тут я даже не знаю что можно посоветовать конечно можно закрыть отопление но опять же стояки никак не закрыть и в любом случае вот у нас сейчас в квартире очень жарко это где-то 26 градусов 27 градусов и если бы вот у меня эта рассада стояла в квартире конечно никакая освещенность и если даже будет умеренный полив но при этом вот такая высокая температура в любом случае будет рассада вытягиваться вот в общем то и все вот такие четыре основные причины по которым рассада вытягивается я на этом с вами прощаюсь всем до новых встреч пока пока пока